ЗАГАДКИ ИСТОРИИ СОБСТВЕННОЕ ПОНИМАНИЕ СВОБОДНОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ КАПИТАЛИЗМА Я говорю им тоже, что когда-то сказали и мне Ты сидишь на золоте Зачем отдавать его даром, если можно получать за это деньги? Она всегда соблазнительна Выступает ли она на скандальном судебном разбирательстве Или шествует на высоких каблуках в чулках сеточка Это яркое пятно в современном мире Но ее профессию нельзя назвать новой Когда-то, очень давно, предприимчивый мужчина или женщина Поняли, что из желания получить удовольствие Можно извлечь выгоду Так родилась любовь на продажу Ее влияние на историю окажется воистину необыкновенным В течение всей истории то место, которое проститутки занимали в обществе Было обусловлено не только их сексуальностью Самые ранние письменные упоминания о проституции Можно встретить в древней цивилизации в Месопотамии Здесь проститутки имели особый религиозный статус И были связаны с Инаной, богиней плодородия Самая известная распутница бронзового века Упомянута в классическом произведении шумеров Гилгамеш В этом эпическом сказании герой Гилгамеш Поручает проститутке храма соблазнить и приручить Своего звероподобного врага Энкиду Шесть дней и семь ночей Энкиду совокуплялся с проституткой Он был очарован ею и склонился на сторону своего врага Энкиду был так ослаблен женской хитростью, что не смог больше сражаться на поле битвы Но в результате своей близости с ней он был просветлен Проститутка укоротила некогда грозного Энкиду Эти недельные свидания на земле Вавилона Открыли не моральную или легальную сторону проституции, а практическую Эта философия представлена особенно ярко в мире древних греков Чей рассвет начался 2400 лет назад В отличие от западного мира, греки не наклеивали ярлык на проституцию Они считались секс полезным для здоровья и бодрости Греки знали, что рогоносец это опасная вещь И нужно иметь социально безопасный способ дать выход из лишней энергии мужчины Браки в древней Греции были безликими деловыми соглашениями Призванными продлить родовую линию и соблюсти права наследования Поэтому мужчины искали наслаждений за пределами супружеской спальни В их распоряжении было огромное число женщин, готовых удовлетворить их страсть, но... За деньги Бордели были широко распространены в Афинах В очень оживленном месте Это был торговый центр, и женщины здесь тоже торговали собой Эти сексуальные супермаркеты красочно описал Зенари в комедии «Пятиборье» В борделях можно было увидеть весьма привлекательных женщин, которые нежились на солнце с обнаженной грудью Они были готовы немедленно приняться за дело, этакие боевые колонны Каждую из них можно было взять свободно, без страха, днем, вечером и как угодно Женщины из борделя, описанные Зенарием, представляли самый нижний слой сексуальной иерархии Их называли порно От этого термина произошло современное слово «порнография» Эту категорию женщин можно назвать проститутками Многие источники, в том числе и комедии, рассказывают о том, насколько легче подцепить порно, чем замужнюю женщину Ты всегда видишь, что покупаешь Товар на виду Можно сделать свой выбор прямо на улице Это недорого и не будет иметь продолжения Самый простой вид сексуальных отношений В отсутствии желтой прессы эти женщины изобрели гениальный способ рекламы своих услуг На подошве их сандалии были выдавлены слова «следуй за мной» Этакий соблазнительный след для клиентов В древнем Эфесе такие отпечатки можно было увидеть прямо на тротуаре Они указывали место, где можно было весело провести время Возможно, это был лучший дом терпимости в Эфесе Мы точно не знаем Не исключено, что он был очень большой На ступеньку выше порно стояли гетеры, что означает «компаньонка» Эти девочки по вызову древнего мира вращались в высших сферах древней Греции Зачастую в этот бизнес попадали женщины-рабы Если они вели свое дело достаточно умно и обладали необходимым природным даром Они могли купить себе свободу и начать свой бизнес Прославиться и даже разбогатеть Гетеры были образованными женщинами, как и гейши Они предлагали мужчинам настоящее искусство любви и жизни Греческие жены были заперты дома А гетеры развлекали их мужей на бурных пятейных вечеринках, которые назывались симпозиум Эти рисунки на вазах показывают групповые оргии, которые были частью таких симпозиумов После их завершения устраивались состязания Тот, кто выигрывал вазу, мог взять юношу или девушку домой на всю ночь Помимо эротических игрищ, во время симпозиумов воображение поэтов, писателей, актеров Возбуждали и гетеры, или слуги Афродиты Куртизанка Фрина, которая считалась самой красивой женщиной Греции Вдохновила Боттичелли на создание классического полотна эпохи Возрождения Венера, выходящая из моря По свидетельствам писателя Атонея, даже мудрый Сократ не смог устоять перед обаянием женщин легкого поведения Прослышав о красоте груди гетеры Теодоты, которую нельзя описать словами Сократ сказал, мы должны увидеть эту женщину, ибо о красоте нельзя судить с чужих слов Гетеры были частью артистической и интеллектуальной традиции Древней Греции Они служили моделями для живописных полотен и скульптур Они оказывали значительное влияние на великих философов В мыслях и фантазиях греков гетеры обладали неоправданно большой властью Далее в нашей программе На закате средних веков проститутки оказались между двумя жерновами Терпимость и проклятие Святой Августин в юности вел разгольную жизнь Позже он молился Дай мне целомудрие, Господи Но это было потом На пути к возвышению римляне многое заимствовали из греческой культуры Бог Зевс стал Юпитером Афродита, богиня любви, стала Венерой Эротические статуи можно было увидеть по всей Римской империи Хотя римляне и разделяли пристрастие греков к красоте Они не подняли проституцию на пьедестал У римлян было другое отношение к проституции Она не считалась престижной работой Большинство из таких женщин были рабынями Хозяин брал их в услужение И такая работа считалась не хуже любой другой Которую выполняли рабыни Римская империя, известная своими излишествами Давала широкий простор для женщин, которых называли волчицами Или ночными бабочками Эти дамы вели свой бизнес повсюду В переполненных цирках, в банях и даже на кладбищах На этом плотском ландшафте Появляется святой Августин Один из основателей христианской церкви Он в юности вел разгольную жизнь Пусть он молился Дай мне целомудрие, Господи Но это было потом Августин принимал участие в сексуальном пиршестве Царившем вокруг Но затем он нашел свой путь в христианство Он выступает против небрачного секса Но, как и греки, он считает проституцию Чем-то вроде необходимости Если исключить проституцию из нашего общества Мы выпустим на свободу неудовлетворенную страсть Это противоречивое отношение к сексу Выведет на сцену один из самых странных тандемов Средневековья Проституцию и церковь В 11-12 веках в Европе Образуются новые города Проституция процветает Вырвавшись из маленьких деревень Женщины получили возможность Заниматься своим ремеслом И не быть узнанными В Лондоне, как и во многих средневековых городах Почти нет разницы между женщинами Которые продают секс Или ведут беспорядочную половую жизнь Старым английским словом блудница Называют любую сексуально активную женщину Церковь, в свою очередь, задумалась о том Каких женщин считать проститутками Одни говорили Это женщины, у которых более трех партнеров Другие Более тысячи Деньги тогда не считали определяющим фактором Но письменные свидетельства говорят о том Что эти женщины получали плату Обсуждался вопрос Может ли церковь принимать пожертвования от проституток И они отвечали Да Если она покаялась в своем грехе Раскаившихся проституток помещали в дома Магдалины Это было нечто вроде монастыря Названного в честь библейской Марии Магдалины Она считалась покровительницей проституток Существует множество преданий В которых рассказывается о ее беспутной жизни Молодые годы И о последующем раскаянии Есть немало сведений о священниках Которые проявляли отнюдь не безгрешный интерес К падшим женщинам Установлено, что 20% клиентуры борделей Во французском городе Дижоне В 13 веке составляли священнослужители Из документов церковных судов В любом английском городе По обвинению проституток следует Что очень часто их клиентами были священники Самым страшным оскорблением для женщины Был статус церковной проститутки Во Франции, Англии, Италии и Германии Бордели заполнены посетителями Подобно святому Августину Томас Аквинос считает Что эти дома удовольствия Служат необходимым, если не почетным целям Томас Аквинос писал Что проституция подобна Системе канализации Если устранить ее Город заполнится дерьмом Это явление нежелательно в культурном центре Но в противном случае Грехи проституток распространятся на все общество И еще большее количество женщин Погрязнет в грехе Некоторые отцы церкви Захотели получить финансовую выгоду от проституции В Саутворке в Англии Открыт один из самых фешенебельных борделей Под юрисдикцией аббата Винчестерского Шекспир называет проституток Винчестерскими гусынями Слияние падших женщин и священнослужителей Дает повод придумывать забавные прозвища Для этого промысла Бордели называют монастырями Бандерша это настоятельница А проститутки монашки или сестры Была такая шутка Пойду в монастырь навестить одну сестричку Многие из так называемых монастырей Действовали в пригородах с позволения муниципальных властей В Италии несколько улиц отведенных для проституток Имели в своем названии слово роза В средние века о намерении снять проститутку говорили так Сорвать розу С началом протестантской реформации в 1517 году Мартин Лютер выступает против терпимости церкви И общества по отношению к проституткам Лютер сравнивает католическую церковь С известным библейским персонажем Вавилонской блудницей Которая принимает деньги за спасение души Несмотря на проклятие Лютера Проституция процветает на всем континенте Только в начале 16 века эпидемия сифилиса Вынуждает власти закрыть многочисленные бордели Но даже эта болезнь не остановила сестер Доходы, получаемые от проституции Не дают европейскому обществу отказаться от нее Далее в нашей программе Проституция и индустриальная революция Встречаются в Большом Яблоке Там существовала целая культура секса и развлечений В 17 веке европейцы во множестве Пересекли бурные воды Атлантики И прибыли в Новый Свет Самым примечательным импортом из Европы Была древнейшая профессия В городах колониальной Америки Женщин было мало И они были востребованы Нью-Йорк был самым быстро растущим городом На восточном побережье В городе было много молодых людей Не занятых делом Они приезжали сюда в надежде найти работу Чтобы как-то пробиться в этом меркантильном мире С такой же целью в большие города Приезжали женщины В отличие от мужчин Женщины не имели широкого выбора работ Вместо того, чтобы торговать одеждой Или прислуживать по дому За два доллара в неделю Многие из них решили продавать себя Так можно было заработать до ста долларов за вечер Я сомневаюсь, что все эти женщины Изначально покинули маленькие города и деревни С намерением стать проститутками в Нью-Йорке Но приехав сюда, они поняли, как трудно здесь заработать на жизнь С другой стороны, они видели, что на проституции можно хорошо заработать И многих это привлекало Путь к коммерческому сексу был открыт На Манхеттене открылось более 200 борделей Корлиас Хук или Крюк Корлиас Так называлось местечко неподалеку от Истривер И проституток, которые работали на улицах Стали называть Хукер или Крючок Сестрички постепенно распространились по всему Нью-Йорку Чем весьма способствовали развитию рынка недвижимости в городе Арендованные дома превращались в бордели Таким образом можно было заработать в четыре раза больше, чем просто сдавая квартиры в доме нескольким жильцам Особым спросом пользовались небольшие особняки с отдельными комнатами Они были декорированы в викторианском стиле и располагали к отдыху Такие дома привлекали состоятельных клиентов Каждый вечер здесь стоил не меньше пяти долларов Что было намного больше, чем рабочий зарабатывал за неделю Содержательницы таких домов через свое заведение прогоняли клиентов, как стадо животных У некоторых девочек за вечер бывало по тридцать клиентов Известное описание случаев, когда очередь шла с первого этажа на второй А чей-то голос выкрикивал следующий Очередь за сексом В то время проституция приравнивалась к бродяжничеству и была незаконной Однако проститутки приносили хорошие деньги Поэтому городские власти и полиция не спешили с арестами Бродвей, главная улица Нью-Йорка, была раем для уличных девиц Которые брали пятьдесят центов за свои услуги А кто же те мужчины, которые искали таких удовольствий? В субкультуре девятнадцатого века таких называли спортсменами Существовала скрытая культура секса, страсти и развлечений Можно было пойти в кафе, послушать музыку, посмотреть комедию, поужинать и заняться сексом на балконе Это был мужской мир Ночная жизнь, спортивные развлечения Атмосфера, наполненная сексом, иногда взрывалась Банды мужчин совершали набеги на бордели, уничтожая имущество и нападая на женщин Одна из самых известных жертв расправы с проститутками – это Хелен Джуит Она жила в разных борделях на пятой улице Она писала песни своим клиентам, которые были наполнены флиртом Которые были крайне соблазнительны и сексуальны Можно сказать, что это был ее личный стиль В 1836 году Джуит была убита в доме терпимости мадам Розины Таунсенд Отчеты о суде над Ричардом Робинсоном, клиентом Джуит и ее другом по переписке были на первых страницах всех самых крупных газет Это событие открыло стране темную сторону жизни в Нью-Йорке, о которой раньше не говорили Некоторые выражали сочувствие Джуит, другие осуждали ее Какое нам дело до проститутки, до этой падшей женщины? Ее убили? Ну и пусть Убийство Хелен Джуит значительно увеличило тираж газет, но не остановило продажный секс в Нью-Йорке В 1858 году он приносит 6,3 миллиона долларов Больше, чем кораблестроение и пивоваренная промышленность вместе взятые Проституция получила такое широкое распространение, что Уитмен пишет 19 из 20 молодых людей, которые живут и приезжают в большие города так или иначе были знакомы с домами терпимости или посещали их Растущее число мужчин, посещающих проституток в Нью-Йорке, ведет к росту венерических заболеваний 75% мужчин в Нью-Йорке имели такие заболевания Проституция нелегализована, но продолжает процветать Многие городские политики получают взятки от содержательниц борделей Чтобы справиться с растущей коррупцией, группы обычных граждан решили взять это дело в свои руки Как результат этого движения было образовано общество борьбы с пороком Лидер этой новой организации на ближайшие 40 лет станет главным цензором Америки Это Энтони Комсток Комсток один отправился в крестовый поход против разврата Он просто вытаскивал проституток из борделей В 70-е годы в одном из баров он посмотрел шоу, в котором три обнаженные женщины поливали себя шампанским и пивом А потом проделывали что-то немыслимое с сигарами Он всех их посадил в тюрьму Факел борьбы с проституцией подхватил пресвитерианский священник Чарльз Пархерст И несколько групп горожан К 1900 году созрели сексуальные и политические перемены В том числе и в отношении общества к проституции Америка отказывалась смириться с тем, что такое большое число женщин добровольно занимается проституцией Кто-то полагал, что многих из них просто вынуждают заниматься этим ремеслом Так падшие женщины превратились в белых рабынь В заголовке газет кричали 65 тысяч женщин похищено и продано в рабство Нужно объявить войну за освобождение белых рабынь Общество охвачено паникой И Конгресс издает закон, который запрещает перевозить женщин через границы штата для аморальных целей Более полутора тысяч мужчин, в том числе Чарли Чаплин и чемпион по боксу Джек Джонсон Арестованы после выхода этого закона Белое рабство разжигает воображение Америки Писали книги, снимали фильмы Фильм «Трафик белых рабынь» более полугода шел в кинотеатрах Нью-Йорка и собрал полмиллиона долларов В 1907 и 1908 годах это были большие деньги В дополнение к блокбастерам и бестселлерам Белое рабство становится причиной появления нового правительственного агентства Правительство поручило тогда еще малоизвестному бюро расследований Опросить женщин в борделях и выяснить, кто из них был похищен ФБР начинала свой путь как национальная полиция нравов Сомнительные заведения и бордели были закрыты на Манхэттене Но оказалось, что рынок белых рабынь не существует Из 1106 опрошенных проституток только шестеро признались, что стали жертвами белого рабства Остальных толкнули на путь проституции низкие зарплаты и семейные конфликты Эта профессия быстро менялась С изобретением телефона многие женщины покинули бордели Отказавшись от услуг их содержательниц и сутенеров Появился новый титул «Девочки по вызову» Телефоны сделали мир продажного секса невидимым К 1913 году бордели стали доступны Можно было только позвонить и вызвать девушку к себе Они раздавали визитные карточки со своими телефонами Поли Адлер, хозяйка эксклюзивного борделя в Нью-Йорке Ее визитной карточкой был попугай и номер телефона К началу Первой мировой войны бордели, которые были почти в каждом квартале города, ушли в подполье Далее в нашей программе «Стори Вилл» Самый известный квартал красных фонарей в истории Соединенных Штатов То разнообразие сексуальных услуг, которые можно было найти в Новом Орлеане Сделало его поистине сексуальным парком развлечений В Новом Орлеане нет того духа пуританства, который присутствует на восточном побережье Здесь совсем другое отношение к сексу Особенно к коммерческому сексу Я люблю Новый Орлеан Это единственный европейский город, который нашел себя в Америке Со времени своего основания Новый Орлеан получил репутацию экзотического и соблазнительного города Большой Южный Вавилон разместился среди долин на берегу залива Здесь легко найти и купить удовольствие Репутация Нового Орлеана как города сексуальной вседозволенности следует за ним со дня основания Демографическая реальность была такова Много мужчин и мало европейских женщин Что означает много проституток и много секса В том числе и с представителями коренного населения Америки Закон о регулировании проституции продержался всего два года И был отменен как вредный для общества Тем не менее в течение последующих трех десятилетий Сексуально ориентированный бизнес продолжает распространяться В 1897 году член городского совета Сидни Стори Предлагает переместить все бордели и проституток в отдельный район города Они издают закон, который обязывает всех проституток жить в этом районе Это не означает, что они могут законно заниматься своим ремеслом Но этот закон запрещал им жить в других местах Проституток пытаются потеснить, чтобы люди не воспринимали Новый Орлеан как город греха Но концентрация представителей этой древней профессии и тех, кто занимается сексуально ориентированным бизнесом Так велика, что об этом не перестают говорить Местные газеты окрестили район красных фонарей именем его создателя Стори Вилл Отстраненный от уважаемого общества, он является собой смешение рас и культур Проституция в Стори Вилле серьезно влияет на всю историю Нового Орлеана Историю секса между белыми мужчинами и черными женщинами Многие из них были на одну восьмую афроамериканками и на семь восьмых белыми женщинами И пользовались неизменным спросом В городе был бордель маме Кристин Судя по записям о рождении, она была белой женщиной, но выдавала себя за афроамериканку Потому что это позволяло больше заработать Интересно, что в кварталах красных фонарей белые женщины выдавали себя за мулатов Чтобы извлечь большую выгоду Самая известная из них – мадам Лулу Уайт Лулу Уайт называли королевой бриллиантов У нее были ярко-рыжие волосы И она надевала столько бриллиантов, сколько умещалась на ней Она утверждала, что она афроамериканка Хотя на самом деле была дочерью белых родителей Она переехала в Новый Орлеан, где ее никто не знал И это было ей на руку Каждый, кто побывал у Лулу и ее девочек В многоэтажном особняке, помнил об этом до конца своих дней Вы проходили внутрь через стеклянные двери и именем Лулу на них Потом вы попадали в комнаты с канделябрами и картинами Джелли Ролл Мортон играл на пианино Или выступала группа Рези Дэзи Вы находились в окружении элегантных вещей весь вечер или часть вечера Пока у вас не заканчивались деньги Сам сексуальный акт длился не более пяти минут Когда вы уходили, горничная или швейцар, а возможно и сама Лулу, если вы интересны Давала вам что-нибудь на память Это могло быть перо для шляпы или нагрудная булавка Такой сувенир говорил всем женщинам, работавшим в этом районе Что к этому мужчине не стоит приставать Он уже получил свою порцию удовольствия на этот вечер Не тратьте время зря К 1907 году бизнес Стори Вилли процветал Секс-индустрия приносит 10 миллионов долларов в год Заведение Лулу Уайт – один из двухсот борделей в городе Не менее полутора тысяч проституток работают в этом районе Получая за свои услуги от 25 центов до 10 долларов То разнообразие сексуальных услуг, которые можно было найти в Новом Орлеане Сделало его поистине сексуальным парком развлечений Едва сойдя с поезда, любой мужчина мог выбирать удовольствие по вкусу Он мог просто обратиться к синей книге Она выдавалась на всех вокзалах Это своего рода справочник, кто есть кто в секс-индустрии Стори Вилли Дом мадам Эммы Это развлекательное заведение нельзя пропустить Чего здесь только не происходит Ключевое слово – веселье У Эммы не меньше 20 хорошеньких женщин всех национальностей Весьма искушенных в своем деле Здесь сказано «в своем деле» Это не значит, что женщины будут петь и танцевать для вас Иногда в таких книжках были и объявления о лечении венерических заболеваний Например, с помощью супер-номер 7 вы ненадолго разлучитесь со своей девушкой В 1916 году эти супер-номер 7 вместе с другими лекарствами Не очень-то способствовали борьбе с национальной эпидемией венерических заболеваний Примерно 40 тысяч проституток каждый год умирали от сифилиса В январе 1917 года власти Нового Орлеана решили очистить Стори Вилли И устранить класс проституток раз и навсегда В том же году политики пытались отделить этот район Политическая машина сделала попытку отделить район проституток от Нового Орлеана Власти хотели создать прецедент, который позволил бы им со временем очистить весь город Власти не понимали, что проститутки будут защищать свои права в суде Так как считали, что их никто не станет слушать Самое свирепое сопротивление оказывает весьма состоятельная мадам с сигаретой в руках Графиня Уилли Пиаза Уилли Пиаза была самой успешной хозяйкой борделя Стори Вилли Говорили, что она носила бриллиантовое колье В ее матрас была встроена музыкальная шкатулка А подтяжка лица была столь серьезной, что она не могла улыбаться Я думаю, все это просто выдумки Вооружившись боевым настроем и банковским счетом, таким же внушительным, как и ее репутация Уилли Пиаза подала жалобу на город Новый Орлеан в Верховный суд Луизианы Они проиграли эту битву Стори Вилл не был отделен Власти безуспешно пытались очистить город от проституток Во многом это случилось из-за того, что они недооценили этих женщин и их способности постоять за себя Но вскоре Уилли Пиаза и ее современники были втянуты в битву, в которой они не могли победить Первая мировая война Обеспокоенный ростом венерических заболеваний среди призывников Министр ВМС Джозеф Дэниелс вынуждает мэра Нового Орлеана закрыть Стори Вилл Он шантажирует его, заявив, что если они не закроют этот район В городе не будет лагеря военно-морских сил А это означало, что Новый Орлеан лишится многих миллионов долларов Проститутки были друзьями врага Венерические заболевания были не менее опасны, чем Уилли Кайзера Начальник Департамента военно-морских сил приказал снести бульдозером все бордели В радиусе 5 миль от военной базы История Стори Вилла закончилась Вступив в эру запрета, проституция в том виде, в каком она существовала в Америке Исчезает из поля зрения Далее в нашей программе Лицо проституции в конце 20 века Это законно Здесь есть секс-клубы, секс-магазины А реклама просто бьет в глаза Ужасы Первой, а затем и Второй мировой войны Породили во многих молодых мужчинах желание жить одним мгновением Тысячи мужчин в военной форме искали общество женщин по вечерам Нел Кимбелл, известная в Нью-Йорке хозяйка борделя, пишет Я заметила, что война и возможность погибнуть Делает мужчин похотливыми Они хотят ухватить как можно больше Подчас это было не желание удовольствий А нервный срыв Который можно было вылечить только с помощью женщины и кровати После Второй мировой войны Сексуальные площадки в Америке Передвигаются из борделей районов красных фонарей В пригородные спальни В 50-е годы коммерческий секс исчезает Он переселяется в супружеские спальни Им начинают заниматься под столом для бриджа с соседкой В 60-е годы с началом сексуальной революции Проституция снова появляется в Нью-Йорке Греховность приносит высокие доходы И многие домовладельцы начинают сдавать помещения Для разных отраслей секс-индустрии В 1967 году в городе вводится лицензирование массажных кабинетов Зародилась так называемая коттеджная индустрия Массажные кабинеты были просто борделями С возбуждающими лосьонами, камасутрой И подушками вместо серых простыней Секс стал весьма креативным В 1969 году Ксавьера Холландер Оставляет работу секретаря в датском консульстве на Манхэттене И начинает карьеру девочки по вызову Я начала работать проституткой У меня бывало от 5 до 8 клиентов за день В основном за деньги Я пользовалась успехом, потому что была датчанкой Иностранкой с чувством юмора И к тому же я очень любила секс В течение года она получала по тысяче долларов за ночь А затем решила открыть свой бордель За 9 тысяч долларов она купила телефонную книгу Известной мадам, которая вышла на пенсию У меня был огромный список клиентов И ее удивительный номер телефона МЮ-8 Мюрел 8-24-68 Я добавила, что это номер телефона для секса Холландер скоро стала весьма известной персоной в Нью-Йорке В то же время она поняла, насколько сильна была конкуренция В так называемом вертикальном борделе на Манхэттене На каждом этаже были проститутки или небольшой бордель Я жила в пентхаусе И помню, как мы боролись за то, чтобы наш клиент снова вернулся к нам Если не уследишь, то их остановят прямо в лифте На четвертом или на седьмом этаже Но бизнесу мисс Холландер мешала не только конкуренция В 1971 году ее арестовали и вынудили покинуть страну Однако прежде она успела издать бестселлер Который сделал ее имя известным Счастливая проститутка Холландер возвращается в Амстердам Известный как европейская столица коммерческого секса Немногие знают, что в Голландии бордели были официально признаны легальными Только в октябре 1999 года В Голландии закон разрешает открыть бордель У нас есть районы, где проституткам разрешено появляться на улице Или рекламировать себя в окне Там построены целые дома, как вертикальные бордели в Нью-Йорке Но здесь это законно Здесь есть секс-клубы, секс-магазины А реклама просто бьет в глаза В Соединенных Штатах проституция остается незаконной За исключением нескольких районов в штате Невада А как представители древнейшей профессии чувствуют себя в остальных 49 штатах? Зачастую это высокотехнологичная игра в кошки-мышки с полицией У нас есть мобильные телефоны и компьютеры Ты можешь работать в любом месте и переезжать куда угодно Теперь полиции гораздо труднее поймать проститутку Мать этого изобретения скорее похоть, чем необходимость Во всяком случае это касается проституции На протяжении 5000 лет стремление человека к сексу, а также его предприимчивость Оказывают серьезное сопротивление церкви и государству Эволюция такого явления, как проституция, удивляет тем Какие изощренные способы находят женщины, чтобы обойти закон Конечно, на каждую нашу уловку полиция отвечает каким-то новым законам Но мы все равно будем встречаться с нашими клиентами А они все равно найдут нас Найдут и накажут